Приветствую друзья, с вами как всегда я Виктор. И тема сегодняшнего видео как раз будет о том, почему мебель на данный момент очень сильно дорожает. Эта тема конечно очень болезненная для всех, потому что заказчикам сложно, они хотят хорошую кухню, но не все могут себе позволить ее купить, да, потому что все связано с тем, что от начала вот этой всей коронадвижа, вот этого коронавируса, да, лично мое мнение, я в эту движуху не верю, но это лично мое мнение, можете мне в комментариях не писать, что это все есть и оно все, и люди болеют. Но тема не об этом. Вот, от начала вот этого всего движа с коронавирусом, скажем так, начали сильно подниматься материалы. Почему? Потому что начали закрывать фабрики на локдаун и на карантин, да, там завод Эйгер, завод Коронашпана, завод Блюм. Все, скажем так, гиганты в мебельной индустрии, они закрывались там на определенное время, то все не работали. Плюс поставки с Китая. Очень много чего везется, тот же самый ламинации, метизная продукция, какая-то определенная фурнитура или составляющая фурнитуры, очень много чего ехало с Китая. Тоже проблема с поставками. Взять даже, например, по ценам, буду называть все в гривнах, потому что все знают, что я работаю в Киеве, то есть в Украине, буду называть цену в гривнах. Для тех ребят, которые смотрят с других стран, делите просто на 28, будете понимать, сколько это будет в долларах. Вот смотрите, вот возьмем даже, допустим, цену на Эйгер. Цена одного листа где-то с начала нового года была в районе 1600 гривен за лист. Сейчас примерная цена листа 2300-2400 гривен. То есть выросла в разы. Цена МДФ. Вообще молчу, потому что с МДФ какая-то полная жопа. Проблема найти. Эйгер не возит. У нас завод в Коростыне, который делал МДФ, продает тупо на Европу, то есть на Украину нифига не оставляет. Откуда берут сейчас МДФ, никто не знает или никто об этом не говорит. Короче, непонятная вообще ситуация пока. И как оно будет, тоже пока неизвестно. Вот. Но, слава богу, красим, слава богу, делаем. И я надеюсь, будем делать. Что касается фурнитуры. Фурнитура тоже дорожает. Вот взять тот же самый Блюм, сейчас будет подорожание в районе 7-9%. Тоже мало кто об этом говорит, но оно будет. И это не предел. То есть к концу года в любом случае будет дорожать еще больше. Кроношпан подорожал. Лист стоил в районе 1000-1100 гривен. Сейчас дешевле, чем 1600 не найдете. Его нет. То есть пишут все, что подорожание 15-20%. На самом деле, если посчитать, оно намного больше. То же самое взять освещение для мебели. Тоже подорожал. Тот же алюминиевый профиль для светодиодной ленты вырос в цене. Та же самая светодиодная лента выросла в цене. Провода выросли в цене. Куда ни плюнь, все поднялось. Далее, обработка. Мы очень много чего заказываем на Виаре. То есть 70% составляющей нашего производства делает для нас Виар. Не все правда, потому что некоторые вещи Виар не делает. У них есть масса ограничений, с чем они не работают. Но они говорят нам, что мы эти все моменты поправляем постоянно. И в дальнейшем мы будем очень много чего делать. Но вся производственная часть, она тоже выросла на том же Виаре. Если, например, кромкование детали стоило в районе 12 гривен, то сейчас минимум 18 гривен. Это мы говорим за обычную кромку, то есть белым или прозрачным клеем. Но в основном белым кромкуем. Если брать пур кромку, она была, по-моему, если я не ошибаюсь, 17-18 гривен. Сейчас она где-то в районе 23 или 24. Точно не скажу, но тоже цена выросла. То же самое касается обработки всех пазов, верление отверстий. Да и прочей всякой вот этой ерунды. То есть цены реально выросли. Сейчас на данный момент купить хорошую, добротную, среднюю кухню. Ее цена будет минимум 100 тысяч гривен. Минимум. Это будет хорошая, добротная кухня. С хорошей присадкой, с хорошей работой, с хорошей фурнитурой. Я не говорю там за ручную присадку. Можно сэкономить на этом. Можно где-то кромку не поклеить. Можно очень много чего сделать, чтобы немножко удешевить этот самый продукт. Но мы этим не будем заниматься, не занимаемся. Но в среднем кухня сейчас обойдется заказчику в районе 100 тысяч. То есть это примерно где-то 3200, 3400 долларов. Где-то так. Вот. И вот такая печальная картина. Заказчики у нас постоянно просчитываются. Приходят новые люди. Мы им считаем. Делаем проекты. Некоторые запускаем. Но некоторые уходят, потому что говорят, дорого. Мы хотим дешевле. А дешевле мы не можем дать, потому что все выросло. Материалы выросли. Производство выросло. Аренда выросла. Транспортные услуги. Грузчики выросли. Короче, все выросло. И по тем ценам, которые раньше были, купить мебель очень сложно. Не то, что сложно. Невозможно, наверное. Разве что кто-то будет сам там где-то резать. Ну, сам будет это все делать. Тогда да, можно это все удешевить. Или вы сам конструктор сделали для себя мебель. Сами это все привезли. Сами это все смонтировали, скрутили. И тогда да, вы можете купить это все по себестоимости. А когда работает дизайнер, конструктор, работает все производство. Работаем мы. Работает доставка, работают грузчики. Это все расходы. Ну, они и раньше были. Я не говорю, что их раньше не было. Раньше как-то вот это все было дешевле. И кухня как-то оптимальна. Или там любая мебель стоила оптимально. И не дорого, не дешево. То есть, оптимальная цена была. Ну, конечно, все зависит от того, кто как считал. Но, в принципе, цена была оптимальной. Сейчас, на данный момент, она получается даже завышенная. Лично по мне, она завышенная. Но дешевле никто не может делать. Потому что теряется смысл производства всей мебели. То есть, никто не будет зарабатывать. Никто. В принципе, это все, что я хотел сказать, наверное, по этому поводу. Не сильно я приветствую цены. Эти, которые есть на данный момент. Но хочу сказать одно. Тем заказчикам, которые планируют купить мебель, покупайте ее сейчас. Потому что дальше будет дороже. И дешевле она стоит точно не будет. Потому что доллар на самом деле проседает. То есть, он там 28, 27, 50. Может, уже 27. То есть, доллар просел, да, в гривнах. А цена, наоборот, поднимается. То есть, странная хрень. Непонятная вообще никому. Ну, может, кто-то, конечно, понимает. Но лично для меня пока это все непонятно. Ладно. Не буду о печальном. Следующее видео, как всегда, выйдет в воскресенье. Где мы покажем, как мы тестировали мебельные ножки кухонные. Корпуса на вкладное, накладное дно. Какое оно все-таки должно быть правильным. Ну, и видео будет действительно интересным. На этом у меня все. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал. С вами был, как всегда, я Виктор. Встретимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok